Здравствуйте! В эфире «Особые мнения» на Первом Тульском. Сегодня в Туле состоялся очередной пятый форум «Молодежь будущей России». Более 500 участников он собрал. Это студенты, учащиеся колледжи, спортсмены, участники общественных организаций. Что обсуждалось на форуме и основные его итоги мы сегодня подведем с министром молодежной политики Тульской области Юлией Вепринцевой. Юлия Владимировна, здравствуйте! Здравствуйте! Итак, форум «Молодежь будущей России» пятый год. Давайте о самом мероприятии. Суть его. Зачем вообще это делается? Какие цели хотим достигнуть? Ну, это завершающий форум в конце года, который подводит итоги о работе молодежной политики Тульской области. Что было сделано за год, какие проекты были реализованы, какие мероприятия. Планы и осуществляются, и рассказываются планы на 17-й год. А на этом форуме были приглашены активные молодежь со всех районов нашей Тульской области. Активные молодежные организации, патриотические клубы, которые заинтересованы в развитии молодежной политики, каждый в своем районе. И заинтересованы участие в различных грантовых поддержках. Ну, тема, конечно, важная. Об этом говорит и присутствие губернатора, который поприветствовал участника форума. Алексей Геннадьевич что пожелал, о чем вообще говорил перед участниками? Ну, Алексей Геннадьевич сказал, что «Молодежь будущей России» – это хорошее название для форума. Но молодежь – это и настоящее наше, которое должно работать сейчас на благо нашего Тульского региона, на благо нашей России. И, конечно, он пожелал, чтобы молодежь была наша активная, принимала как можно больше мероприятий, делала у себя в районах, провела активную деятельность и давала свои предложения, чтобы они хотели видеть молодежные политики и в области, и каждую себя в районе. Ну, молодежная политика, да, то есть это, в общем-то… Да, 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 более широкая тематика. Конечно, активные ребята, студенты, спортсмены, они должны вокруг чего-то объединяться, вокруг кого-то, может быть, объединяться. Это те или иные общественные организации. Молодежные центры. Молодежные центры. Вообще, вот количество общественных организаций, молодежных центров в Тульской области, сколько их? И здесь что важнее – количество, качество, да, то есть 100 общественных организаций не говорит о том, что активно идет работа. Ну, вообще, вот структура именно организации активной молодежи в регионе, как она выглядит? Ну, в Тульской области 32 объединения – это молодежные и детские организации, которые также принимают участие, активные реализации и детских программ, и молодежных. И, конечно, самое главное качество – должен быть человек, правильно вы сказали, который организует вокруг себя эту молодежь, ведет ее, направляет, ставит цели, идеи, задачи и рассказывает, к чему мы идем. Естественно, в каждом районе, а также в администрациях есть люди, которые отвечают за идеологию молодежной политики. Есть молодежные центры где-то в районах, где-то молодежные клубы в зависимости от направления, и они объединяют молодежь вокруг себя по различным направлениям. Это и в спорте, и в предпринимательстве, и в культуре, и талантливая молодежь. То есть, в сути того, что, сказать, просто молодежь, наверное, неправильно будет, потому что есть определенное направление. То есть, талантливая молодежь занимается как бы сферой культуры. Если у нас есть прекрасный проект «Ты предприниматель», где молодежь может попробовать себя в предпринимательской деятельности, также получив гранты. Также есть научная сфера деятельности, где молодежь, есть молодежные парламенты. То есть это большой охват, и в каждом направлении есть свой взрослый лидер, который аккумулирует процессы, и ребят привлекает к себе. То есть роль личности в этой конкретной истории достаточно высока. Кто эти люди, вокруг кого объединяется молодежь? Как они проявляют себя, как вы являются, и как вы работаете с ними непосредственно? Это руководители общественных организаций, это руководители патриотических клубов, это лидеры у себя внутри района, той организации, которая есть, как бы также активные люди. Это люди молодые или в разный возраст? Это люди среднего возраста, потому что все-таки должен быть какой-то опыт работы с молодежью, чтобы с ней работать и показать своим личным примером, что мы можем, что мы умеем, что мы хотим. Все-таки должен быть какой-то маленький опыт. Конечно, есть где-то и более активная молодежь, как называемые интеллектуальные, и они ведут за собой. Но все-таки возраст, те, кто работает с молодежью и с детьми школьного возраста, но старшего, люди где-то 30-35, все равно это еще молодежь, мы считаем. Но есть и где постарше люди, которые занимаются этим направлением, патриотическим направлением, если брать, поисковые отряды. То там более взрослые люди, которые руководят этими отрядами, потому что это ответственность за детей, это выезды, когда они делают лагеря, либо они идут в экспедиции. То есть здесь есть определенный формат и уровень ответственности за те мероприятия, которые они проводят. Система большая, сложная. Понятно, что и в непростое экономическое время определенных затрат все это требует, как материальных, так, может быть, и нематериальных. Но начиная с элементарного помещения, может быть, какая-то экипировка и те же поисковые организации. И спасательные мероприятия необходимо предусмотреть, и с юными спортсменами тоже все это необходимо. Кто помощь оказывает? Понятно, что областное руководство. Часть денежных средств заложена в госпрограмму. Да, как работаете со спонсорами, может быть, с коммерческими организациями? Вообще, каков интерес людей, бизнеса, промышленников к подобным объединениям? Потому что, ну вот я знаю, недавно в тульской прессе статья была, Каменская дюсш, маленький поселочек, энтузиасты. Даже невозможно футбольную команду набрать, просто детей не хватает. Занимаются настольным теннисом, ездят на соревнования. И вот эта спортивная школа даже постепенно в какой-то социальный такой центр превращается. Помогают бизнесмены с карьеров, там покупают школьную форму. То есть вот в миниатюре картина на первый взгляд кажется идеальной. Конечно, хочется большего, есть определенные мечты. В более широких масштабах, в масштабах области, финансирование вообще откуда складывается, кто чем готов поделиться? Ну есть госпрограмма, в которой заложены определенные мероприятия, определенные, как вы правильно сказали, и форумы, и экипировка, и по спортивным мероприятиям, и по патриотическим мероприятиям, и по молодежным различным форумам, которые сегодня даже проводился. Ну и есть часть денег, которые оказывает спонсор, это наши промышленные предприятия, потому что особенно они помогают в формате патриотики, нашей юной армии, поисковым отрядам и так далее. Потому что мы все-таки город патриотический, город промышленников, и поэтому здесь им интересна тема, поэтому они нам помогают. И бывает достаточно большой формат вкладывания денежных средств, это предприятия, у которых социально есть ответственность, и они часть денег закладывают на социальные проекты в различных уже направлениях. То есть это даже уже в бюджетах предприятий, вот эта статья, она фигурирует? Да, иногда фигурирует, да, и они как бы готовы в течение определенного времени тратить денежные средства, которые у них заложены. Ну, тратить деньги тоже с умом надо. Система грантовой помощи, она достаточно популярна сейчас, и я знаю, что и сегодня на форуме тоже подводились итоги года прошедшего, определялись перспективы на следующий год. Вот эта грантовая поддержка, вот в 2016 году какой был размер, что запланировано на 2017, и как эти деньги распределяются? Ну, грантовая поддержка есть региональная, есть федеральная, вот, и мы на самом деле регион, который не очень активно участвует, особенно в федеральных программах, а мы прекрасно понимаем, наверное, почему, потому что у ребят нет много информации, да, как правильно составить документы, куда обратиться, как посмотреть, для чего мы еще делали этот форум, одно из направлений было, рассказать ребятам о грантовой поддержке. У нас были представители трех федеральных министерств и ведомств, которые приезжали к нам, чтобы рассказать по каждому направлению, как это правильно делается. Многие и опытные, и бизнесмены, и работники культуры, которые многие годы уже работают, тоже до конца не знают, как с этим разобраться. Система достаточно сложная, действительно, громоздкая. Она не простая, но если один раз вы ее пройдете, то, конечно, уже второй-треть раз будет проще. У нас есть победители грантовых поддержек и региональных, и федеральных, и сегодня вот 16 человек, лучших ребят, которые выиграли гранты, были награждены благодарственными письмами нашего губернатора Алексея Геннадьевича за активную поддержку, потому что это хороший стимул для ребят показать себя, воплотить свои идеи в жизнь, потому что, получая грант, они реализуют то, что они хотят. И мы понимаем прекрасно, что в районах нет больших денежных средств для того, чтобы проводить какие-то мероприятия, а выиграв грант, он на этот грант делает это мероприятие, им хватает, в принципе, в течение определенного времени, чтобы они могли показывать, что они могут, что они хотят и какие они замечательные. Потому что грантовая поддержка и гранты – это разные суммы денег. Если региональные гранты, это поменьше, а федеральные гранты есть разные, есть у определенных гранты операторов, есть президентские гранты. То есть, в зависимости от того, как мы правильно сможем преподнести и рассказать о нашем гранте, насколько он интересен, может быть, не даже в районе региона, а в масштабах страны, то тогда, естественно, грант получает совсем другое уже… Ну, ступенчатые такие тоже уровни, начинать с малого. Вот те 16 человек, о которых вы говорите, вообще какие проекты получают материальную поддержку, что это за проекты? Это разные проекты, и стоимость проекта, она идет от 50 тысяч рублей наших региональных грантов, которые могут быть до 250 в зависимости от представления гранта. А федеральные гранты, они могут быть уже и 2, и 3, и 4 миллиона в зависимости от того, как они их расскажут, преподнесут и так далее. Ну, гранты достаточно интересные, если брать федеральный грант, это и работа в средствах массовой информации, работа в интернете, правозащитник, это грант достаточно узнаваемый, все его знают. То есть, если это работа власти, правозащитников, как бы, и жителей, да, как бы, есть какие-то проблемы возникают, они помогают им решать. Если брать региональные гранты, это поддержка талантливой молодежи, различные грантовые поддержки в формате спорта, образования, то здесь можно говорить очень долго о грантовых поддержках. Самое главное, к чему призывали мы на форуме, чтобы ребята были более активными и хотели поучаствовать и принять участие в грантовой поддержке. А представители, которые присутствовали у нас сегодня на форуме, это руководители представительства агентства стратегических инициатив в ЦФО, директор по коммуникациям Еремеев Виталий Александрович, Хусайнов Руслан Шамиевич, начальник отдела грантовой поддержки Федерального агентства по делам молодежи, Ири Брушкина Анна Михайловна, руководитель департамента организационной и кадровой работы Российского союза молодежи. То есть как раз все, кто связаны с молодежной поддержкой, молодежной политикой, сегодня у нас все представители присутствовали. То есть это те люди, которые выступают в качестве экспертов, определяя значимость проектов, кто-то с уровня региона в экспертном совете принимает участие? Это не экспертный совет, это люди, которые рассказывают, как правильно составить документацию, как правильно, куда подать, где найти на сайте, какие гранты есть, а уже экспертный совет, это формируется в определенном формате под их министерствами и ведомствами, но эти ребята не входят в совет. То есть это не единый какой-то экспертный совет на все случаи жизни, по каждому направлению. Кто эти люди? То есть это представители власти, представители бизнеса, общественные организации. Да, то есть туда входят разные люди, как бы по разным слоям, если мы берем и рассматриваем. Есть грант-оператор определенный, например, один из грант-операторов, это Российский союз молодежи. Либо, если мы возьмем, скажем, определенный другой грант-оператор, Лига здоровья нации, которая возглавляет Бакерия. То есть вот разные грант-операторы есть, у них у каждого прописаны в положении, по каким направлениям они работают и какие гранты они поддерживают. Далее, собрав, написав грант, мы отправляем, уже там комиссия собирается определенная, принимает решение, ну и потом озвучивает нам результат, победили мы или нет. Предлагаю сделать короткий перерыв в программе «Особые мнения», и мы вернемся в эфир буквально через одну минуту. Продолжаем «Особые мнения» на Первом Тульском. У нас в гостях сегодня министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева. Мы подводим итоги форума «Молодежь. Будущее России». Ну, не только итоги, вообще говорим о молодежной политике и о системе поощрений талантливой молодежи, стоящей или не состоящей в общественных организациях. Насколько широк круг молодежи? Какое количество людей претендует на получение той или иной помощи? Высока ли между ними конкуренция? А конкуренция есть, она не очень высокая. Хотелось бы, конечно, чтобы она была выше. Тогда бы мы рассматривали, может быть, возможность увеличения даже региональной поддержки грантовой. А конкуренция ведь качество проектов, наверное, определяет? Это в первую очередь, да. Потому что ведь самое главное написать, предоставить, рассказать о проекте – это одно, но ведь нужно потом будет и отчитаться по проекту. Как бы правильно и грамотно, чтобы предоставить документы. Поэтому, естественно, конкуренция небольшая пока у нас присутствует. Ну, потому что я объясню, что, наверное, ребята не так хорошо знают, что можно принимать участие, что нет, мало информации. Либо все думают, ну, там так сложно, мы не справимся. Такое тоже бывает. Мы сегодня встречались, говорят, почему? Ну, вот есть же хорошая идея. Идея есть, как написать, говорят, знаем, говорят, ну, мы почему-то боимся, а вдруг не получится. То есть вопрос пропагандирования, да, вот из этого направления, информационной поддержки какой-то. Ну, это, наверное, и одна из задач Министерства молодежной политики на предстоящий год. Это наша задача, да, чтобы наши ребята принимали участие и в региональных, как можно больше грантовой поддержки, и в федеральных. Потому что на федеральном уровне достаточно большее количество есть возможности получить гранты по разным направлениям. Поэтому, конечно, мы будем учить, обучать. Сегодня мы говорили об этом и говорили, ребята, если вы хотите, у вас есть желание, вы готовы. Мы будем проводить определенные семинары по этим направлениям, да, индивидуально, кто хочет, готовы даже вести определенных, давать наставников по этому формату и доводить до конца. Потому что региональные гранты, как бы отчеты, документы все-таки немножечко попроще, это как первая ступень. А федеральные гранты, конечно, это посложнее. Поэтому, чтобы ребята не боялись, мы готовы оказывать эту поддержку. И тут какое направление не возьми, в любом случае, это отчасти такая административная все-таки работа. Ну, наверное, готовите кадры для областного правительства. Ну, не только, я достаточно широко говорю. То есть, для людей, которые в будущем какую-то общественную работу в той или иной степени выберут. То есть, это практика, опыт, первые шаги. И достаточно высокая ответственность, потому что получение денег, даже 50 тысяч, 250, или, вы говорили, речь может идти о миллионах, это достаточно большая ответственность. Их надо грамотно потратить, потом отчитаться. Ну, понятно, что люди молодые, всякое бывает. Вопросы ответственности как решаются? Понятно, что есть человек, который куратор, сопровождает, помогает. Но в то же время, если что-то не получилось, как эти проблемы решать? Или таких случаев не происходит? Ну, чтобы не получилось, такого не было. Если возникают какие-то проблемы, мы всегда просим сразу о них говорить, чтобы мы, не доходя до конечной точки, когда уже все, совсем завтра, все нужно отдавать, у нас не готово, чтобы мы могли исправить это. Потому что всегда, как говорится, есть день, два, ночь присутствует, когда можно эту ситуацию исправить. Поэтому мы стараемся сделать так, чтобы, конечно, этого не было. Часто такие проблемы возникают? Часто ли приходится включаться непосредственно в процесс, помогать или достаточно ответственно ребята подходят и стараются сделать? Те, кто выигрывают гранты, они достаточно ответственны. Они понимают зону своей ответственности, понимают, что они, выиграв гранты, они представляют, особенно федеральный грант, это регион. Если в регионе они выиграют грант, так же они понимают, что если они уехали у себя в район, они представляют региональный грант, который выиграли у себя. Да, естественно, зона ответственности достаточно высокая, и ребята, которые выигрывают, у них есть зона ответственности повышенная, скажем так, в отличие от других. Если какие-то вопросы возникают, мы, конечно, говорим сразу, что если проблемы есть, звоните, вот телефоны, вот контакты, вот сайты и так далее. Потому что те, кто получает гранты, мы их всех знаем. То есть, как бы они выиграют, комиссия принимает решение, естественно, мы поздравляем всех, говорим, ребята, вперед, мы готовы смотреть, как реализуется проект. Приглашайте нас на свои мероприятия, чтобы мы видели, да, и есть какая-то помощь нужна, обращайтесь. Какие-нибудь примеры проектов вообще, с чем молодежь выходит в борьбе за подобную помощь, что предлагают? Различные абсолютно проекты, но если взять формат спорта, даже те же самые соревнования, папа, мама, я, спортивная семья, среди СУЗов, достаточно хорошее мероприятие. Либо оказание помощи больным детям, да, как мы проводили акцию «Белый цветок». Это тоже была как бы грантовая поддержка, там, где мы собирали, разные делали поделки белого цветка, собирали денежки, потом с Министерством здравоохранения. Выделяли, смотрели, каким детям это нужно. Поэтому здесь проекты очень разные, как бы также есть спортивные проекты по уличным различным видам спорта, которые у нас сейчас достаточно активно развиваются. Ребята не только показывают, что они могут, да, но они опять делают образовательные модули, рассказывая, как, приглашая к себе на тренировки, завлекают ребят, и потом, если получается, то в районе, если находят лидера, открывают маленькое свое отделение для того, чтобы ребята и не только как бы в Туле, но и в районах занимались такими видами спорта. Грант закончился, что дальше? Ну, грант закончился, можно в следующем году брать новый грант. Пожалуйста, как бы здесь вопрос о грантовой поддержке, он не заканчивается на одном, в один год, да, как бы можно брать в следующий год, в следующий год. Пока есть как бы грантовая поддержка в различных уровнях. Если говорить о перспективе, вот этот уровень финансирования, если сравнить 2016-2017 год, есть ли разница, увеличивается ли количество средств или какой-то баланс соблюденный? Ну, пока мы сравнить не можем, потому что еще 2016 год только заканчивается, да, как бы грантовой поддержки еще не выявлены, кто выиграл на 2017 год, да, и у нас еще пока точное понимание, какие гранты на 2017 год мы выиграли, еще нет. Поэтому мы как бы ждем, как только будут подведены итоги, это федеральные гранты, оригинальные гранты будут разыгрываться в марте месяца. Ну, и немного времени остается, если говорить вообще об общественных организациях, общественных объединениях молодежных в Тульской области, в основном это какое направление? Понятно, что различные, но все-таки больше чем хочет молодежь заниматься? Абсолютно разные направления, это начнут с формата предпринимательства, это патриотическое воспитание, достаточно много в этом формате, да, это и образовательные модули, это и талантливая молодежь, ребята, которые занимаются как бы и рисованием, и написанием даже сочинения различного формата. Есть такой проект «Память», да, который мы проводили достаточно успешно каждый год, да, там уровень разный от маленьких детей до больших, это и рисунки, это и сочинения, это и ролики, видео, фильмы короткие, да, то есть здесь потенциал огромный. Особенно для творческой молодежи важно, чтобы их творения дошли до публики, дошли до зрителей, да, это где-то экспонируется, какие отклики, где это все хранится, где можно посмотреть. Ну, это проводят региональные, сначала местные, муниципальные, да, конкурсы, если у нас большой региональный конкурс, дальше этот отбор приходит к нам, лучшие работы на региональный формат, в региональном формате мы смотрим, и когда мы делаем закрытие любого областного мероприятия, естественно, мы эти работы сделаем в выставку, если это поделки, если это рисунки, а если это короткие фильмы, либо какие-то ролики, то мы показываем их на экране в том здании, в том объекте, где мы проводим это закрытие. Опять же вопрос, одно дело, когда ребенок занят, да, в свое удовольствие, если говорить об экспертной оценке, ну, насколько это серьезно, действительно, там, видеоролики, изобразительное искусство, потому что ведь людей, которые что-то пишут, сейчас множество, интернет, социальные сети, каждый второй писатель, каждый третий фотограф, уровень, качество вот этих работ, можно ли посредством, вот, подобных мероприятий, действительно, такие серьезные таланты находить, давать им дорогу вообще по опыту, каков уровень работы. Ну, экспертная оценка, которая ведется по различным направлениям талантливой молодежи, вестись профессиональный эксперт, да, если мы это берем, художественное творчество, то, естественно, приглашаем кого-то с музея изобразительного искусства, да, обязательно, кто-то должен быть в комиссии, если мы берем вокал, то, естественно, с какого-то колледжа и так далее, зависит от того, чтобы везде, в каждой группе экспертов был профессионал, правильно вы сказали, для того, чтобы мы вот этих вот изюминки, вот этих вот личностей, талантливых детей, как бы сразу выявляли. И своевременные критики не помешают, если что-то не так. Да, но с другой стороны, даже если вот есть интернет, и где-то там кто-то скопировал что-то, да, и отправил, такое тоже бывает, я считаю, что все равно, если эти работы есть, ребенок хочет что-то, неважно, все равно это очень здорово, потому что он чем-то заинтересован. Я согласен, потому что это не творческий конкурс в чистом виде, это именно вот организация какого-то досуга, организация самозанятости, то есть человек. И пусть их будет больше, пусть будет много-много работ, мы посмотрим, мы всех поблагодарим и скажем огромное спасибо, что они принимают участие, ну а как всегда в каждом соревновании, в каждом конкурсе есть победители. Итак, уважаемые молодые люди, еще раз скажем, то есть это студенты колледжей, да, то есть вот дети, подростки, 16, 18, наверное, 20 и старше до 30 лет. Если есть идеи, если есть желание быть полезным обществу, поделиться своими какими-то навыками, добро пожаловать в Министерство молодежной политики. Юлия Владимировна всегда готова с вами пообщаться и благодарим. Сегодня в эфире особого мнения мы подводили итоги регионального форума «Молодежь. Будущее России» и министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцова. Спасибо за то, что были у нас в гостях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова